Можно много и долго спорить о том, какие из монахов Шаолинь на самом деле бойцы. Мифические или реальные убийцы? Но отрицать тот факт, что эти ребята обладают невероятной натренированностью тела и духа, просто глупо. Привет, разящие когти дракона! С вами проект мой от Аси Кей и я Варченко Виталий. А сегодня мы посмотрим на невероятные умения монахов Шаолинь от простых к просто фантастическим. Конечно, на мой субъективный взгляд. А какие из этих навыков реальные, а какие просто выдумка, по вашему мнению, пишите в комментах. Итак, начнем с невероятной гибкости всех монахов Шаолинь. Этот навык начинают развивать с раннего возраста, через боли слезы, чтобы достичь невероятной подвижности суставов и растянутости мышц, что дает в итоге уникальную гибкость, которую монахи Шаолинь демонстрируют на всех своих выступлениях. Развитие физической силы. Это также очень важный аспект в подготовке монахов. Но в отличие от современного мира, в котором физуху развивают в тренажерном зале штангами и гирями, у послушников делается акцент на работу с собственным весом тела или самодельными снарядами. Также небольшого веса, но с акцентом на количество повторений. Таким образом, они часами могут носить ведра с водой или отжиматься. Невероятный баланс тела. За годы многочасовых ежедневных тренировок монахи Шаолинь достигают невероятного баланса тела. Они способны неподвижно стоять на одной ноге часами и даже спарринговать на колодах, передвигаясь по ним, как в старых фильмах про канху. Координация движений. Этот навык монахи Шаолинь нарабатывают долгие годы, работая в группах, отрабатывая синхронность, и выполняя определенные комплексы движений, так называемые формы, на основе которых формируется бойцовский стиль монаха. Такие как стиль тигра, орла, богомола, журавля и все в этом роде. У бойцов это называется бой с тенью, но в кунг-фу эти формы – это основа, благодаря которой монахи-бойцы усваивают движения и приемы, которые потом применят в бою. Владение оружием. Только после того, как монах в совершенстве овладеет своим телом, он приступает к тренировкам с оружием. При этом каждый шаолиневец должен уметь обращаться со всеми основными видами оружия. Но настоящего мастерства достигают только с определенным видом оружия, которое больше всего ему подходит. Все эти навыки монахи шаолинь обретают в ежедневных многочасовых тренировках на протяжении многих лет. Набивка ударных поверхностей и тела – это очень важный навык для бойца, а для мастера кунг-фу, который дерется голыми руками, и боевое искусство которого было предназначено для убийства вооруженных завоевателей, тем более. Кроме набивки кулаков и тела, монахи набивают также локти и даже голову. Для этого существует целый стиль железной головы. Мастера этого направления разбивают об голову железные прутья и перебивают предметы. Перебивание предметов Конечно, таким навыком владеют не только монахи шаолинь, но и большинство направлений каратэ, в которых таким способностям уделяется внимание с первых тренировок. Но монахов отличает то, что они перебивают не просто лежачие доски и кирпичи, а могут их перебивать на весу и разбивать об себя, что гораздо сложнее. А теперь переходим к фантастическим способностям. Первая из них, которую всегда и везде демонстрируют монахи, это умение лежать на острие копья. Причем некоторые из них могут лежать не на одном копье, а сразу на четырех или пяти, при этом их еще и раскручивают. А самые продвинутые бойцы могут, уперевшись в острие, согнуть или даже сломать копье. Такие умения требуют годы тренировок, но не только тело, а и сознание. Как вы думаете, это реальное умение или острие копья специально подготавливают? Сейчас мы посмотрим на железные пальцы монахов. Когда-то давно Брюс Ли показал, как отжимается на одном пальце, и это вызвало невероятное восхищение и непонимание. А вот монахи Шаолинь могут даже больше, а именно стоять на одном пальце. И это необъяснимо. Как такая мелкая кость может выдержать вес всего тела? Причем это делает не один монах, как обычно бывает с каким-то невероятным навыком, а разные показывают эту способность. Как вы думаете, за сколько лет можно натренировать такие пальцы? А это, довольно сомнительная, как по мне, способность, все-таки вызывает уважение к умению терпеть самую нестерпимую боль. Я понимаю монахов, им запрещен любой контакт с женщинами, но вам бы я очень не рекомендовал пробовать натренировать эти умения, особенно привязывать тяжелые грузы к детородному органу и тягать их по улице. Мало ли, вдруг сразу барышни начнут предлагать женитьбу. А вот это уже действительно уникальный навык, который требует невероятной концентрации, собранности и умений. Мастера Шаолинь могут обыкновенной иглой пробить толстое стекло. То есть, теоретически, если перевести этот навык в боевую плоскость, они могут обыкновенной иглой убить человека. При этом такие умения опять-таки демонстрируют не один, а несколько монахов, что говорит о специальном обучении. Последний на сегодня, самый невероятный навык, в который лично я не могу поверить, это сидение в котле с кипящим маслом. Я просто не представляю, каким образом это можно сделать. Никакие физические тренировки не могут сделать кожу человека абсолютно неуязвимой, а кипящее масло сделает из нее один сплошной ожог до мяса. Я уже не говорю про невероятную боль, когда тебе варят заживо. С логической точки зрения это можно объяснить только вхождением в специальное медитативное состояние, о котором много рассказывают йогины, в котором человек абсолютно не чувствует боли и времени. Хотя некоторые скептики говорят, что это обычный фокус. Хотя на видео видно, что масло вокруг монаха кипит. Что скажете по этому поводу? Конечно, есть еще много удивительных умнений, которые демонстрируют монахи, особенно на своих показательных выступлениях. Но также есть и те, которые мало кто видел и увидит вообще. А если вы о таких знаете, расскажите нам. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай тоже удивятся таким навыкам и поднимутся с дивана. А если вы хотите научиться драться и побеждать мастеров кунг-фу, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Продолжение следует...